Ну вот, смотрите, я провязала уже немножечко рукава, провязала регланную линию. И давайте померяем, сколько же у меня получилось сантиметров. Меряем от начала регланной линии. У меня получилась высота 13 сантиметров. И сейчас я буду переходить на резинку. При этом я буду продолжать делать убавления для регланной линии, чтобы резиночка была аккуратная и в то же время не сильно растянутая, поскольку резинка у нас будет такая же 3х1, а она не сильно стягивается. Поэтому я буду продолжать делать убавления. Я свяжу 6 рядочков, то есть я сделаю еще 3 убавления. Смотрите, у меня начало ряда. Вот сейчас я одну петельку довяжу до начала ряда. И в этом ряду я должна делать перекрещивание для жгутов. Я их точно так же и делаю, как делала раньше. Здесь все то же самое у нас и остается. Поднимаем петельку с изнаночной стороны. Провязываем. Делаем убавление. Затем провязываем 3 лицевые петельки. 1, 2, 3, изнаночная. Снова 1, 2, 3, изнаночная. Еще раз. 1, 2, 3, изнаночная. 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 И делаем убавление. Изнаночная петелька. Провязываем косичку на регланной линии. Здесь все как обычно. Опять изнаночная петелька. Снова убавление для рукава. После того, как мы с вами сделали убавление для регланной линии рукава, нам с вами нужно распределить петельки для резинки так, чтобы это было красиво. Я, как правило, отсчитываю петельки, примеряю, как это у меня получаться будет. То есть я сначала посчитала 3 лицевые в начале и у меня не сошлось. Поэтому я беру 2 лицевые, изнаночные, и с этой стороны изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, и вот она изнаночная. И все сходится. Поэтому вначале мы с вами провязываем 2 лицевые петельки. Затем вяжем изнаночную. Дальше 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые. Дальше 3 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, и затем делаем убавление. Убавление. Снова перекрещивание для косички на регланной линии. Снова перекрещивание для косички. и изнаночные, опять убавление. Теперь смотрите, если вы помните, мы в начале вязания, когда провязывали узор, мы прибавили одну петельку по центральной части. И сейчас мы эту одну петельку прибавим по спинке и прибавим ее ровно по центру. У меня, если не считать вот эти вот две петельки, которые мы с вами убавим, вот это вот расстояние между убавлениями здесь 26 петель. Поэтому мы сейчас провязываем 13 петель и делаем одно прибавление. При этом вяжем резиночку. Вяжем 3 лицевые, изнаночные, 4 петли, опять 3 лицевые, изнаночные, 8 петелек связали, 3 лицевые, изнаночные. Затем вяжем лицевую, поднимаем одну петельку из протяжки, возвращаем ее на спицу и провязываем лицевой скрещенной. Еще одну лицевую провязываем, затем изнаночные. Снова 3 лицевые, первая, вторая, третья, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, убавления. Мы с вами провязали спинку и у нас узор сошелся. Затем провязываем петельки нашего с вами жгута, изнаночные, делаем перекрещивание для жгута, изнаночные, снова убавления. После того, как связали убавления для следующего рукава, провязываем точно так же. 2 петельки лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, первая, вторая, третья, изнаночные. 3 лицевые, первая, вторая, третья, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные и 2 лицевые. Затем делаем убавления. Ну вот, смотрите, я связала 6 рядочков резиночки 3х1, и теперь мы переходим на резинку 1х1. Это я делаю для того, чтобы мне в дальнейшем закрыть петельки эластичным способом. И переходим на резиночку следующим образом. Смотрите, провязываем изнаночную петельку, она у нас с вами идет по узору, затем лицевая, следующая петелька, изнаночная, лицевая, изнаночная. Маркер здесь снимаем. Смотрите, дальше, если мы провяжем с вами лицевую, за ней должна быть изнаночная. Это будет некрасиво, поэтому я здесь делаю убавление и по переду и по спинке, это будет последнее убавление, 2 петельки вместе лицевой, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, продолжаем до конца передней части нашего топа. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И опять в конце, видите, у нас две лицевые, и мы провязываем их вместе протяжкой, как и раньше делали. Снимаем маркер. Следующая петелька у нас изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше рукав. В рукаве у нас здесь убавления мы не делаем, здесь так и остается. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И до конца рукава продолжайте самостоятельно. Здесь все как обычно. И вот на следующем жгуте я вернусь к вам. Дошла до жгута. Здесь маркер снова снимаем и провязываем по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова снимаем маркер, смотрим, изнаночная петелька у меня, вот она, перед ней две лицевых. Мы их провязываем вместе лицевой, точно так же, как и делали для переда. Затем провязываем резиночку один на один. Здесь я уже сделаю за кадром. И в конце, перед маркером, не доходя две петельки, я вернусь к вам. Изнаночную петельку провязала до маркера две петли и мы их провязываем протяжкой. Снимаем маркер и дальше провязываем по узору резинкой один на один и жгут. Затем снимаем маркер и провязываем рукавчик также резиночкой один на один. Здесь без изменений. Довяжите рукавчик до конца и затем закрываем петельки эластичным способом. У меня на канале есть подробное видео о том, как закрыть петельки с помощью иголки. И этим же способом я буду пользоваться здесь. Единственное, что здесь мы не провязываем полую резинку. Поскольку сильный эластичный край мне здесь не нужен. И я закрою петельки с резинки один на один. Делается это точно так же. Для вас в описании к этому видео я обязательно оставлю ссылочку на этот мастер-класс. Закрываете петельки, затем мы с вами прячем все ниточки. И возвращайтесь ко мне, я покажу, как обработать рукав. Ну вот, горловина у моей кофточки закрыта. И я уже спрятала практически все кончики. Теперь я вам покажу, как я делаю обвязку рукава. Один рукавчик я уже сделала, получилось вот так. И самое главное, что вот здесь вот под мышечкой все очень аккуратно выглядит. И как же мы это с вами делаем? У нас, видите, есть такая небольшая протяжка от того, как мы закрывали петельку для подреза. И мы ввозим крючок с другой стороны от нее, то есть вот в эту петельку. Здесь мы закрепляем ниточку. Вставляем небольшой кончик, чтобы в дальнейшем спрятать. Вытягиваем ниточку через эту петельку и делаем одну воздушную петлю для подъема. Затем мы с вами провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида. При этом, смотрите, если мы сейчас введем крючок вот сюда, у нас получится достаточно большая дырочка. Поэтому я ввожу крючок чуть-чуть ниже в петельку, в косичку и вяжу обычные столбики без накида. Здесь тоже достаточно большая дырочка будет, поэтому вводим чуть ниже. В изделии это будет незаметно, а выглядит для рукава будет очень аккуратно. Затем захватываем петельку и провязываем столбики без накида в каждую петлю, которую мы с вами набирали. Вяжем достаточно свободно, чтобы рукавчик у нас не тянул. И вот смотрите, что получается в итоге. Такой вот ровный край рукавчика и при этом он не будет загибаться, не будет подворачиваться здесь. Все очень аккуратно получится. И по краю рукавчика у нас с вами будет вот такая вот косичка красивая. Навязываем рукавчик до конца, доходим вот до вот этого места, то есть до изнаночных петелек по жгуту для регланной линии. И я вернусь на этом месте к вам. Смотрите, я провязала столбики без накида до изнаночной петельки, до жгута на регланной линии. И здесь мы с вами для того, чтобы у нас также не было дырочек, мы просто вкалываем крючок на рядочек пониже. То есть захватываем петельку или косички, или что у нас там находится рядышком, какая-то лицевая петля. И сюда провязываем столбики без накида. Видите, тоже я вытянула, но у меня получилась дырочка. Поэтому я за косичку сейчас возьмусь и провяжу. И провязываем все петельки подреза. По одному столбику без накида в каждую петлю. Видите, все достаточно просто. Вкалываем крючок в воздушную петельку, которую вначале набирали, и делаем соединительный столбик. Еще раз фиксируем ниточку. И эту ниточку обрезаем, оставляем небольшой кончик для того, чтобы спрятать. Узелочек подтягиваем. И хвостики нити прячем в петельки нашей с вами кофточки. И по большому счету кофточка готова. Вот такая она получилась у нас с вами замечательная, летняя, легкая. Сейчас я ее постираю, отпарю, поглажу. Сделаю все, что нужно для того, чтобы изделие уже имело такой завершенный вид. Ну вот, наш с вами топ готов. Я надеюсь, что такой видео урок вам понравился, что вы вместе со мной связали такой топ. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно спрашивайте в комментариях. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео уроки. А на этом все. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч.